Радио «Вера» представляет Святые мученики Мануэл, Савел и Исмаил жили в IV веке в Персии. Они были родными братьями. Мать-христианка крестила детей и воспитала их в вере во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. В качестве послов персидского царя они приехали к императору Юлиану-отступнику. Юлиан принял их с подобающей честью. Но когда зашла речь об участии послов в языческом жертвоприношении, братья решительно отказались. Разгневанный Юлиан, нарушив закон, заключил мирных посланников чужой страны в темницу. На допросе он сказал, что если они презирают почитаемых им богов, то нельзя достигнуть между странами ни согласия, ни мира. Братья отвечали, что они посланы своим царем с государственным поручением, а не для того, чтобы рассуждать о богах. Юлиан велел подвергнуть пленников жестоким мукам. Но воины словно не чувствовали мучений. Они славили Бога и молились. Юлиан приказал казнить братьев. Христиане с честью погребли мощи святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Персидский царь узнал, что его посланцы убиты. Он объявил войну Юлиану. По преданию, во время решающего сражения император был убит святым великомучеником Меркурием. Святитель Дмитрий Ростовский говорил, насколько высока честь мученичества. Это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых. Церковь прославляет мучеников Мануила, Савела и Исмаила и просит их. Молите Бога о нас. Священный мученик Аверкий родился в 1845 году в Уфимской губернии в семье священника. Он окончил семинарию, женился и принял сам. Прослужил отец Аверкий до самой смерти настоятелем храма в честь святителя Иоанна Златоуста в селе Ямаше Уфимской губернии. Село было русское, жило в нем более двух тысяч человек. Священник пользовался большим авторитетом. Отец Аверкий способствовал открытию в селе школы и преподавал в ней закон Божий. В 1913 году на попечении Северо-Востокова оказались восемь внуков. Скончались два его старших сына. Соседи и прихожане не оставляли семью без помощи. В 1918 году в крае началась гражданская война. Первыми ее жертвами стало духовенство. На заседании Уфимского епархиального собрания священник Михаил Макарьевский сделал сообщение о зверствах большевиков. Он рассказал о том, что Иерей Аверкий Северо-Востоков был казнен красноармейцами. Позднее стало известно, что священника расстреляли во время молебна на площади села. «Мученики и исповедники российские ныне предстоят перед Господом. Мы уповаем на них, как на самолитвенников, и просим священномученика Аверкия, моли Бога о нас». Преподобный исповедник Максим в миру Мефодий Попов родился в 1876 году в Самарской губернии. Отец его был зажиточным крестьянином, попечителем строящегося в селе храма во имя святых бессеребренников Космы и Эдемиана. Впоследствии два его сына стали священниками, а дочери приняли монашеский постриг. Мефодий женился, вел свое хозяйство, любил паломничество по святым местам. Он пользовался огромным авторитетом в селе. В 20-е годы в Поволжье разразился голод, а затем эпидемия тифа. Скончалась супруга Мефодия, сам он тяжело болел. В это время родственники разобрали младших детей поповых. Летом 26-го года Мефодий принял монашеский постриг с именем Максим. Два года он прожил в монастыре вблизи города Белебея. Но зимой 27-го обитель была закрыта, и ее преобразовали в колонию для беспризорников. Еще два года власти терпели присутствие на территории колонии храма, в котором служил отец Максим. Но в 29-м он вынужден был покинуть монастырь. С 30-го года он служил в селе Ребаш. В 31-м яромонаха Максима арестовали по доносу человека, подслушавшего его уличный разговор. Его приговорили к пяти годам ссылки. В 34-м году яромонах сильно заболел. Одному местному жителю разрешили приютить ссыльного у себя дома. Так яромонах Максим Попов сподобился мирной христианской кончины и христианского погребения. Мученик по-гречески «мартирос», что в переводе означает «свидетель». Это человек, который жизнью своей, пролитой кровью, свидетельствует об истине христианской веры. Русская Православная Церковь чтит подвиг преподобно-мученика Максима Попова и тысячи других священников и простых христиан, пострадавших в 20-м веке. «Мы обращаемся к ним со словами молитвы. Молите Бога о нас». Мученица Пелагея Балакирева родилась в 1901 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. Она закончила сельскую школу, долгое время жила с отцом, помогая ему по хозяйству. В 1927 году Пелагея устроилась работать сторожем предцеркви в соседнем селе. Со временем ее избрали старостой храма. Осенью 1937 года Пелагею вместе с настоятелем и другими прихожанами церкви арестовали. Их заключили в Таганскую тюрьму в Москве. Свидетельские показания против односельчан дал секретарь сельсовета. Он хорошо знал, что лжет, но очень уж хотел закрыть храм. Пелагея отвергла обвинение в антисоветской агитации. Тройка приговорила ее к восьми годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Через три года все приговоренные написали жалобы с просьбой пересмотра дела. Многие свидетели не подтвердили данные им ранее показания. Несмотря на это, приговор был сочтен законным, так как обвиняемые принадлежали к церкви, что отягчало их вину. Пелагея Балакирева скончалась в 43-м году в лагере под Вологдой. Гонения на церковь в XX веке коснулись не только священников и монахов, но и тысяч обычных верующих. И эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего спасителя. Многие из них, в том числе Пелагея Балакирева, причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. И мы обращаемся к ним со словами молитвы. Молите Бога о нас! Молитвы 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 Молитвы